Здравствуйте дорогие мамочки! Хочу с вами открыть новую школу, школу здоровья маминой руки. Зовут меня Телехович Ольга Петровна. Я являюсь врачом-бедиатром, который занимается детками до трех месяцев. Итак, начинаем наш первый урок. Питание беременной женщины. На формирование здоровья ребенка оказывает влияние не только питание папы и мамы до зачатия, но еще очень важно питание беременной женщины, а также во время кормления грудным молоком. Неправильное питание в период беременности могут привести к тяжелым последствиям. Во-первых, выкидышу, преждевременным родом, рождение ребенка с внутриутробными какими-то дефектами, задержка психического и физического развития плода. Однако опасен не только дефицит каких-то микро-макроэлементов, но и избыток этих продуктов и этих витаминов, которые могут вызвать ряд токсических влияний на развитие. Если мы имеем дефицит белка и энергии, то, конечно, это приведет к развитию внутриутробной гипотрофии. То есть такой ребенок внутриутробно будет развиваться слабо. У него будет задержка роста и развития этого ребенка, задержка развития головного мозга. И, конечно, дефицит белка и энергии приведет к более зрелым возрасте, к развитию таких факторов риска. Явится фактором риска, как сахарный диабет, ожирение, гипертоническая болезнь. Дефицит полиненасыщенных жирных кислот нарушает развитие нейросетчатки и головного мозга. И тогда возникнут проблемы со зрением, задержка интеллекта вашего малыша. Дефицит фолиевой кислоты витамина С, В влияет на формирование нервной трубки у плода. И не зря говорят, что до зачатия необходимо первые три месяца, чтобы папа и мама принимали фолиевую кислоту. Для того, чтобы у нас потом родился нормальный, здоровый, умный ребенок. Если же мы имеем дефицит фолиевой кислоты, то у нас могут быть проблемы, такие как мозговая грыжа, спинобифида, последствия развития нервно-психических заболеваний и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Дефицит селена, такого микроорганизма, о котором вы, наверное, многие наслышаны, приводит их к слабости развития родовой деятельности. Гипоксия плода, нарушение обмена йода. Дефицит цинка – это так называемый микроэлемент, который у нас влияет на рост ребенка. Поэтому мы можем видеть задержку роста нашего плода. А также цинк участвует в ферментативных системах, участвует в иммунной системе. Поэтому мы можем на выходе получить ребенка, у которого наблюдается иммунодефицитное состояние. Такие дети будут в последующем чаще болеть. Дефицит железа – тоже очень известный всем микроэлемент, который входит в состав ряда ферментов. И нельзя найти какую-то одну клетку, которая бы не содержала железа. Так вот, если мы имеем дефицит железа у нашей беременной женщины, то, конечно, на выходе мы можем иметь ребенка с анемией. Дефицит йода приводит к самопроизвольным абортам, гипотириозу, нарушению нервно-психических развитий. И в более зрелом возрасте мы видим задержку психомоторного развития, гипотириоз, задержку роста этого ребенка, полового развития. Дефицит железа приводит к преждевременным родам и, конечно, крайней анемии у ребенка. Витамин А приводит к порожденным уродствам, тератогенным действием обладает. Питание беременной женщины должно быть полноценным, сбалансированным, рациональным. И очень важно, чтобы беременная женщина не меняла свои стереотипы. Очень часто получается, что во время беременности каждая женщина хочет своему ребенку дать столько всего витаминов, микроэлементов, чтобы за 9 месяцев запастись таким количеством продуктов, что на выходе мы имеем ребенка, у которого уже идет аллергическая настроенность. Поэтому, дорогие мамы, я вас хочу предупредить, что если, например, у нас начинается период персиковый или сезон арбузов, или сезон хурмы, то очень часто можно понять, что когда рождаются дети вот именно в этот период, то ты понимаешь, что эти мамы чего-то очень много съели. И всегда, когда я смотрю таких малышей, у которых имеются признаки токсической эритемы, это пограничное состояние у детей, и вижу такие мелкоточечные высыпания с высышающими беленькими пузырьками, то я всегда спрашиваю, а что вы любили кушать во время беременности? И каждый из вас начинает мне рассказывать, что я там очень любила хурму, я там очень любила шоколад, или я очень любила мандарины с апельсинами. И отсюда я всегда смеюсь, так, этот ребенок у нас апельсиновый, этот ребенок у нас хурмяшный. Поэтому очень важно не переборщить с тем количеством микроэлементов и витаминов, которые вы хотите своему ребенку дать во время беременности. Важно, чтобы пища была разнообразной, содержала в рационе свежие овощи, фрукты, ягоды, зелень. И в первой половине беременности нет необходимости заполнять свой организм большим количеством этих всех фруктов, овощей, микроэлементов, макро- и микронутриентов. Здесь еще нет таких больших затрат, которые появляются уже во второй половине беременности, когда необходимо большое количество белков, белка, кальция, фосфора, железа для развития плаценты, роста матки, формирования грудных желез. Вот в этот период, во второй половине беременности, конечно, эти микроэлементы должны поступать в большом количестве нашей беременной женщине. Учитывая высокую потребность беременности в витаминах, и тот факт, что их содержание в натуральных продуктах не всегда достаточно, поэтому я рекомендую использовать микровитаминно-минеральные комплексы, неправильно сказала, целесообразное назначение витаминно-минеральных комплексов, таких как Витрум, Пренатал, Мультитапс Пренатал, Элевит. Но обязательно нужно посоветоваться своим гинекологам, которые вас консультируют и ведут период вашей беременности, в какой период времени, какие препараты из этих можете вы выбрать в дальнейшем. Кроме того, существует очень много смесей, которые содержат набор тех или иных микроэлементов, таких как специальные, они называются специализированные продукты для беременных и кормящих женщин. Специализированные продукты к ним относятся такие, как Белакт Мама, Мама и Я, Фимилак и ряд других специализированных продуктов, обогащенных витаминными и минеральными комплексами. То, что вы кушаете, то, что вы кушаете, важно для ребенка. Будете есть не то, то очень могут быть разные последствия. Ого-го, какие! Во-первых, это могут быть выкидыши, преждевременные роды, задержка внутриутробного развития, дефекты и еще много чего нехорошего. Опасно и переедать, и недоедать. Но сейчас мы с вами поговорим о том, если мы недоедаем. Если вы будете неправильно питаться, то вашему ребенку будет еще долго аукаться, даже тогда, когда он станет взрослым. К примеру, нехватка белка может привести к развитию внутриутробной задержки или гипотрофии, как говорят в медицине. Задержки развития интеллекта ребенка. В более старшем возрасте мы можем получить у ребенка сахарный диабет, гипертоническую болезнь, заболевание сердца, ожирение. Недостаток полиненасыщенных жирных кислот нарушает развитие сетчатки глаза и головного мозга. Проблемы возникнут, конечно, потом, со зрением, с развитием интеллекта. Дефицит фолиевой кислоты, витамина С, В, которые влияют на формирование нервной трубки, и на выходе мы получим нарушение со стороны развития нервно-психической. Дефицит фолиевой кислоты, витамина С и В, влияет на развитие нервной трубки. Если этот дефицит у нас будет присутствовать, то на выходе мы получим ребенка с нервно-психическими заболеваниями. И не случайно считается, что первые три месяца до зачатия папа и мама должны принимать фолиевую кислоту, для того, чтобы получить умного в психологическом, психическом плане ребенка.